Альхамдуляя, братья, милость Аллаха, самая большая милость Аллаха, это Ислам, это истинный Ислам и Аллах дал нам много милости и самый большой Ислам и поэтому Аллах говорит что если вы посчитаете и постараетесь сосчитать милости Аллаха, то не сможете И Ислам, истинный Ислам, самая большая милость, братья, достаточно этой милости тебе, чтобы знать как Аллах тебя любит что он тебе из всех этих, из 5 миллиардов или еще больше людей сделал тебе мусульман а из этого миллиарда или полтора миллиарда мусульман сделать тебе последователем сунны то есть ты сегодня, Альхамдуляя, исповедуешь религию, которую исповедовал пророк Мухаммад и его сподвижники, это милость, большая милость от Аллаха, которая нуждается в том, чтобы ты благодарил Всевышнего Аллаха Аллах говорит, что если вы будете благодарить благодарить меня за милость, которую я оказал тогда я вам увеличу тогда я вас увеличу, я дам вам еще больше и поэтому, братья, важным является, что важным является во-первых, благодарить Аллаху за это, во-вторых постараться защитить защитить себя и защитить милость и потерять ее потому что человек, когда приобретает что-то ценное это одно счастье но другое счастье и намного важнее, что сохранить это и потерять это до конца и выйти из этой жизни вот на этом на исламе, потому что пророк, с Аллаха, сам нам что сказал то есть поистине деяние судится или воздается за деяние на основе того на чем человек умер то есть последнее его деяние расчет берется последний день и так же саляфы говорили нашим мы, говорит, не удивляемся что много людей заходит в истину заходит и станутся ахли сунны мы, говорит, удивляемся тем, которые заходят и остаются и умирают на этом это мы удивляемся это на самом деле заслуживает удивление потому что многие из нас наверное, много лет уже совершаем намаз ахли сунны сколько мы видели вокруг нас как люди приходили и уходили или становились грешниками оставляли поклонение или приходили всякие смуты и смуты их забирали поэтому важно для нас что, братья? важно для нас защититься сейчас предпринять нужные шаги и нужные меры чтобы защитить себя от смуты потому что смуты никогда не закончатся смуты никогда не закончатся одна смута будет приходить, другая будет начинаться шаги и он никогда тебя не оставит пока ты не умрешь поэтому рассказывает, что ему ахмад рахиму когда был уже при смерти засыпал, просыпался ему он в этом положении будучи во сне значит, говорит нет, нет и даже говорят что некоторые ему говорят ля 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 Аллах и он в этом момент говорит не понимаешь почему я так говорю потом, когда у него спросили что он говорит потому что мне сатана пришел во сне и говорит что ты меня против победил ахмад а я говорю нет пока мои двойные ноги в рай не зайдут нет то есть до последнего до последнего пока ты в рай не зайдешь не успокаивайся не думаешь что ты что-то ты кем-то стал ты чего-то добился нет всегда будь в страхе поэтому Аллах описывая верующие говорят они поклоняются дают садаку но предоставят что вакулю вадиля их сердца боятся боятся что Аллах не примет боятся что Аллах отвернется боятся что они на истине не смогут остаться поэтому важным является что братья важным является знать некоторые пути и некоторые принципы которые те могут защитить от этого защитить от смут и помочь утвердиться на истину и первое что это что братья самое главное это что первое нужно во-первых у тебя должен быть ихлас должен это делать все ради Аллаха поклонения свои все должны делать ради Аллаха потому что если ты делаешь поклонения ради Аллаха и ты являешься искренним с Аллахом ты можешь обмануть меня можешь обмануть своего друга можешь своего отца своего сына свою жену себя обмануть ты можешь то Аллах никогда не обманешь будь искренним с Аллахом поэтому Аллах говорит в Коране тот кто проявляет богобоязненность Аллах ему всегда непременно найдет выход из положения и даст пропитание оттуда оттуда даже не ожидать то есть богобоязненно всегда важно ихлас богобоязненность у Аллах всегда просить Аллах наставляет напрямую и Аллах сбивает поэтому пророк один из тех дуа который больше всего делал о тот кто поворачивает сердца мое сердце на истину тверди не дай мне заблудиться во вторых братья важно важно знать важно также знать источники откуда ты берешь знания и от кого ты берешь знания две важные вещи то есть откуда берутся знания и от кого берутся знания потому что мы например все знаем что каждый кто призывает к заблуждению утверждает Коран и Сунду каждый это говорит никто не говорит что у меня нет Коран и Сунду Коран и Сунду не надо следовать все говорят Коран и Сунду надо следовать Коран и Сунду поэтому однако что важно братья да Коран и Сунду однако в понимании праведных предшественников вот это важно это нас Ахли Сунду отличает от других потому что и Хадиджиты говорят Коран и Сунду и Рафидиты говорят Коран и Сунду однако они используют Коран и Сунду чтобы следовать своим страстям как избежать этого надо возвращаться в понимание с подвижников салев и и три поколения после них потому что пророк посмотрите что говорил говорит что моя умма разделится на 72 течения то есть христиане 70 иудеев 70 христиане 71 моя умма на 72 все ведут в огонь кроме одной спросили кто это одна кто эта группа опиши нам что сказал ма ана алейхи у асхаби это те которые следуют за моим путем и путем моих сподвижников то есть смотрите он мог просто сказать моим путем только сунна ограничится нет он сказал и путем моих сподвижников потому что сунна знаете братья что не один каждый хадис и каждый аят который был сделан и каждый хадис который пророк сказал сахабы это услышали и сахабы его поняли и притворили в жизнь поэтому возвращайся к ним посмотри они так поняли или нет поэтому сейчас некоторые братья говорят кто-то говорит так-то каждый раз мы будем слышать новые вещи важно что нам спросить кто так понял потому что говорить без знаний об Аллахе это грех один из больших грехов даже если ты сказал правду угадал например с вами ты грешишь почему потому что ты на Аллаха наговариваешь без знаний за этим грешишь даже если ты правду сказал говорить о религии Аллаха это большая ответственность ты как будто от Аллаха говоришь ты как будто когда тот у тебя спрашивает ты говоришь Аллах хочет это и Аллах это не любит ты за Аллаха говоришь за Него как будто подписываешься поэтому братья что важно первое Коран сумных понимаешь это первое второе брать то есть это уже второй третье братья важный очень момент чтобы защититься твердиться на истине защититься от смут это всегда возвращаться к знающим людям очень важно потому что братья пророк сказал в одном из своих хадисов что воистине ученые они наследники пророков они другом хадисе пророк говорит что дом меня у гоня у евреев каждый раз когда умирал пророк приходил сразу другой пророк залав не оставлял без пророка моей же общины моими наследниками кто будет ученым то есть пророческое наследие пророческий путь он остался и он ученых это наследие осталось обратите внимание братья что пророк описав ученых не сказал что они мои друзья они мои последователи он сказал что наследники кто такой наследник в этой жизни кто бывает наследником человека сами его близкие люди это его сын это его дочь его жена его отец и мать и поэтому пророк использовал именно эти слова показав тем самым что они самые близкие для него люди несмотря на то что между ними нет никак родственной связи однако они самые большие близкие люди также пророк говорит в этом хадисе что мы пророки не оставляем наследство то есть не оставляем наследство динары или дирхамы, денег. Однако они что ставят наследство? Знание. Кто, говорит, берет это знание, тот, говорит, берет великое богатство. Великое богатство. По этому образу очень важно возвращаться к ученым. Особенно, когда это касается больших вопросов. Особенно, когда это касается больших вопросов. И братья, это везде так. Когда у тебя болит зуб, ты не идешь к трактористу, идешь к врачу. Советуюсь со стоматологом. Когда у тебя проблема, тебе нужно что-то построить, идешь, например, к строителю. Во все вещи есть специалисты. Одна, когда речь касается религии, ты готов слышать любого человека. Специалист-то он, не специалист. Вообще, кто он такой? Учился он ли? Не учился ли он? Какая у него акида? Нет. К сожалению, многие обманываются. Кто-то немножко красиво говорит, все, он уже сразу тает перед ним. Это, наоборот, братья, еще важнее. Поэтому, посмотрите, Ибн Сирин, Рахимун, он был табиином, то есть с учеником-сподвижником. Он говорит, что поистине говорит, Ибн Хазад Динаку, это знание, что ваша религия. Это не математика, это не алгебра, это не химия. Это твоя религия. И смотрите, что он говорит, Фанзуру Амната Хузуна Динаку. Поэтому смотрите, у кого вы берете это знание, эту религию. Не говорит, что вы берете, а, боже мой, на этот асар. Иногда некоторые братья говорят, он, Архамдан, истину говорит, он мне приводит хадисы, он мне приводит, а, боже мой, на этот асар. Ибн Сирин, что говорит? Не говорите, посмотрите, что вам дают. Посмотри, кто тебе это дает. Это важно. Потому что ты не разбираешься. Он даже, если там посадят яд, ты никогда не почувствуешь его. Ты его проглотишь, думаешь, что все хорошо. Поэтому, и что, и знаете одну вещь, что шубга, сомнение, в арабском языке от слова щаба, то есть это то, что, почему называется шубга? Потому что она щаба, то есть похоже, юшби, похоже на истину. То есть заблуждение похоже на истину. Поэтому она названа шубгой. И ты, если не являешься профессионалом, или ты не обращаешься к тому, кто может разобраться, ты не ее не различишь от истины. Ты меня различишь. Поэтому важно, братья, что возвращаться к ученым и смотреть, кого ты берешь знание. Это очень важно. Потому что, как говорит имам Барбахай, рахиму Аллах, говорит, что последователь нововведения, как скорпион, он не ужалит тебя, пока не убедится, что сможет это сделать. То есть он свой яд не пустит, пока не убедится, что ты от него это примешь. Зайдет в доверие, будет говорить на общие темы, и так далее. Когда ты уже увидишь, что ты ему довираешь, его любишь, его не оставишь, он и отпустит. Поэтому, братья, важно очень, это один из принципов нашего Ахли Сумы, возвращаться к ученым. Потому что Аллах, субхану ата'алю, в Коране говорит, что, как говорит, когда говорит, им приходит какая-то новость, так, они что сделали, взяли, распространили. Однако, говорит, что Аллах, если бы они вернули это к пророку, вернули бы к ученым, они бы знали бы, как, как поступить в этом случае, чтобы не было фитнес. Поэтому, мы видим, что, когда какой-то проблемой занимаются ученые, всегда в них есть барак. И пророк, Саласан, говорит, нужно поистине, говорит, барак, старшим. Что говорят ученые? Старше это у кого есть знания, даже если в возрасте он младше. Старше это кто, у кого есть знания. И Аллах, субханатаре, в другом аяте говорит, субханатаре, приказывает Аллах, посмотрите, вот те, которые веровали, слушайте Аллаха, посланника и обладателей влияния среди вас. Обладателей это две категории людей, правители и ученые. Аллах, субханатаре, приказывает их слушаться. Приказывает их слушаться. Поэтому, братья, хамды, вы, наверное, все это знаете. Хотелось просто напомнить этот важный принцип Ахрисуми. Потому что, братья, как я сказал, смуты не заканчиваются. Смута одна закончится, другая сразу начнется. Как нам утвердиться на истине вот эти три важные вещи? Первая это ихлас. Аллах, субханатаре, всегда просить, чтобы тебе утвердил на истине. Делать дуа ему. Второе это возвращаться в Коран и Сунна и понимание Саляфа. Однако, как ты выдрежешься это? Откуда ты знаешь, что это Коран и Сунна и понимание Саляфа и ты возвращаешься к ученым? Потому что есть такие сегодня, которые говорят Коран, Сунна, Саляфа, а так ты видишь, что они совсем к другому призывают. Призывают выход против правителей и говорят Коран, Сунна и Саляфа. Куда Саляфа, куда выход против правителей. Поэтому, как определить это на самом деле Коран, Сунна и Саляфа? Возвращайся к ученым. Это очень важно. Возвращайся к ученым, чтобы он тебе разъяснил. Это на самом деле Коран, Сунна и Саляфа? Нет. И ученые, как мы сказали, это наследник и пророк. Ты, когда берешь знание, ты как будто берешь знание у пророка. Наследие это от пророка, от свадмирников передавалось дошло на тебя сегодня. Поэтому Аллах знает лучше, братья. Просим Аллах, чтобы нас на истине утвердило, защитило нас от всех смут и позволило нам уйти из этой жизни, будучи на истине. Аллах знает лучше. Ассалла Алим.